Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Меня зовут Светлана и вы на моем канале Сад Света Светланы. Сегодня по многочисленным просьбам и по многим комментариям я решила показать свой огородик. И начнем мы с огурчиков. Ранней весной у меня было видео, в котором я показывала, как я готовила грядки под огурцы. И вот, друзья, сейчас я хочу показать вам результат, чтобы вы увидели, работает это или нет. Мы вот, друзья, можем увидеть результаты моего труда. Вот это, обратите внимание, вот молодые огурчики. Сразу хочу сказать, что я стараюсь формировать свои плети, ну не свои огуречные плети. Но вот здесь я пропустила, видите, как-то, видимо, мы уехали, и я уже потом не стала удалять. Ладно, думаю, пусть растут огурчики. А вообще я до пятого листа удаляю все завязи, для того, чтобы лоза укоренилась, была крепкая и впоследствии дала хороший урожай огурчиков. Вот, проходи, Вадик, показывай, что где у меня. Ну вот с этой стороны, смотрите, огурчики. Конечно, эта весна была очень необычная, и у меня с первого раза не все огурцы взошли. Вот именно вот эту грядку, которую Вадик сейчас показывает, мне пришлось ее второй раз подсевать огурчики. И второй раз я, конечно, уже решила не рисковать, а все огурцы, несмотря на то, что Вадик у меня истыд, не любит, чтобы было некрасиво какие-то баклажки, мне пришлось все семена сверху накрывать баклажками, и вследствие чего они благополучно взошли. Конечно, сейчас идет отставание именно этой грядки. Вот здесь явно видно, что все плети, видите, уже высокие. А с этой стороны еще процесс идет. Ну хотя бы дальние благополучно развиваются. Вот, и пасынки, которые вверху выходят, я тоже стараюсь, ну по мере возможности, когда успеваю, после третьего, четвертого листа обрываю, после третьего, четвертого листа, смотрите, вот я считаю, вот на примере, один, два, три и четвертый листик. И вот эту вот ростовую точку я удаляю, а огурчик оставляю. И тогда у вас и плеть будет идти вверх, и огурчиков будет больше. Чем я обрабатываю именно тогда, когда уже начинается полный рост огурцовый, и начинается плодоношение, если я вижу или вредители, или какие-то изменения происходят с лозой. Ну вот, друзья, где-то дня три-четыре назад увидела, что вот такие какие-то бложки начали прыгать на жара, естественно, и сразу активизируются все вредители. Чем я обрабатывала? Купила битоксибацелин и октофит. Это биопрепараты. И обработала баковой смесью битоксибацелин вместе с октофитом. Они просто против разных вредителей, но для того, чтобы усилить эффект, я уже решила обработать двумя сразу. Обработала и с интервалом где-то через пять дней обработала еще раз этими же препаратами. Результат увидела хороший, ничего не прыгает, все нормально, все листики здоровые. При обработке, что очень важно учитывать, друзья, что все вот эти всякие вредители, они любят самую нежную часть листиков, а самая нежная нежная часть находится с обратной стороны. И вот когда вы обрабатываете биопрепаратами вашу огуречную лозу, обязательно поворачивайте носик опрыскивателя таким образом, чтобы обработка шла снизу. Но вот максимально вы должны пройти по всем листикам снизу, так как именно они заселяются и живут именно с этой стороны. А потом я уже там остаточными прохожусь и по верху. Чем хороши биопрепараты, срок ожидания у них максимальный 48 часов. Через 48 часов вы можете уже кушать огурчики, которые выросли у вас. Я вот так подгадала, чтобы сняла все огурчики, обработала. Ну вот видела, когда маленькие остались, вот как на соседнем кустике. И только через 48 часов уже сняла подросшие огурчики. Вот видите, хорошие. Здесь, конечно, у меня вот эти вот, те, что взошли, это хорошие семена. Такие недешевые, из трех пачек, правда. Одна только взошла. Но вот я вижу, что они отличаются немножко от... Вот на соседние я уже брала не такие дорогие препараты, так как это был подсев. И что еще хочу сказать, друзья. Вот я обратила внимание, что у меня на некоторых листиках вот такие желтенькие пятнышки. Я думаю, что это пероноспороз. Так как немного температура на улице упала, и ночная температура с 26 упала до 15-16. Я думаю, что это вот типа ложные мочнистые росы. Сегодня вечером я обработаю перекись водорода, да? Один к трем. Перекись водорода один к трем. Допустим, вот 100 грамм перекиси я разбавлю в 300 граммах воды. И обработаю все вот эти вот... Это же обычная перекись с аптеки. Обычная перекись, да, аптечная. Или 3-процентная или сколько? Какая? 3-процентная там. 3-процентная. 3-процентная перекисью. Разбавлю ее, еще раз скажу, один к трем. И обработаю все эти кустики. Ну вот, вычитывала по рекомендации одного блогера. Я как-то ему доверяю, потому что уже много всего применяла у себя в саду. И мне нравится такой парнишка, толковый очень. Ну вот, и мы сделаем то же самое с нашими, смотрите, огурчики. С вот этими лозами. И еще раз хочу сказать, конечно, когда уже идет плодоношение, однозначно все обрабатываем биопрепаратами. И мне очень понравился бетоксибацелин. Я им прошлась не только по огурцам, прошлась и по помидорам, и по перцам, и по баклажанам, по всему вот моему огороду, потому что вот эти всякие бложки, камашки, они, конечно, разлетаются по всему огороду. А сейчас мы можем увидеть, конечно, я не знаю, вот сейчас. А вот, видите, божьи коровки ползают, свое дело делают. Здесь вот уползла она. Ну вот тут у меня, конечно, капельный полив. Видите, земля влажная. Поливаю сейчас я каждый день, потому что... Ага, вот божья коровка. А вот она. Смотрите. Видите, это еще раз говорит о том, что биопрепараты и для всяких полезных насекомых не вредны. И их стоит применять однозначно, только биопрепараты. К вопросу о том, чем я подкармливаю огород и, в принципе, и цветочные все свои, и вазоны, и цветы, которые у меня есть в саду. Друзья, я пришла к тому, что самое лучшее подкормки травяной настой. Вот бочка у меня стоит. Я ее наполняю на две трети травой. Мы ходим в лес. У нас огромное количество крапивы. А она, конечно, идеальный вариант для травяного настоя. Вот мы на две трети бочку заполняем крапивой. Заполняем ее доверху водой. Настаивается она у нас где-то неделю, дней 10. И потом я беру литр этого настоя, процеживаю, и литр этого настоя на 10 литров воды. И подкармливаю огурчики, помидорчики, перчики, в том числе и петунии, в том числе и все вот цветы, которые у меня растут. Подкармливаю этим травяным настоем. И чередую подкормку травяным настоем с подкормкой настоем золы. Тоже, друзья, великолепная вещь. Вот сейчас у меня уже огурчики плодоносят, помидорчики уже все висят с завязями, там уже 2-3 кисти в завязи. И я чередую через каждые 5-7 дней подкормку травяным настоем с настоем золы. А вот это помидорчики мои. Видите, замульчированы все грядки у меня соломой. Очень удобно. Даже вот если, видите, сорняки есть, они вот совершенно без всякого труда я могу их вытащить вообще. Вот, друзья, видите? Это, конечно, здорово, облегчает городскому жителю уход задачей. Я, конечно, видите, это у меня помидоры открытого грунта. У кого теплицы, они уже активно кушают их. Вот, облизываюсь я. И, наверное, после этой весны, я думаю, что я постараюсь что нам нужна мини-тепличка. Но, во всяком случае, хотя бы какая-то маленькая, чтобы мы уже и огурчики, и помидорчики, и перчики, и другие кушали. Это мы только смотрим и облизываемся. И ждем. И тут еще, если погода вносит свои коррективы, как эта весна, так вообще все с небольшим опозданием. Вот это большие помидорчики. Видите, не всегда я успеваю, конечно, тоже за пасынками. Все у меня задаете вопросы. Как ты все успеваешь, Светлана? Ну, не все бывает успеваю. И пасынки не успеваю бывает обрезать. Это черри желтенькие. Видите, такие красивые, маленькие. Ну, вот. Ну, не все успеваю. Ну, ничего страшного. Такой я не профессионал. Где-то успеваю, где-то не успеваю. Важен результат. Помидорчики будет, салатик будет вкусный, свой. Пахнут, конечно, нереально. Я уже, уже хочется. А вот, кстати, вот тут немножко уже начали желтеть. Вадик, покажи. А вот, смотрите. Вот уже желтеют. Скоро будем свой салатик. Огурчики есть, зелень есть. Скоро будут и помидорки. А вот это, видите, друзья, уже красивая грядка, убранная от чесночка. И вот мой чесночок. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Какая головка. Вот мы убрали его. Ну, вот смотрите. Вот моя ладошка. Вот такая. Средней величины. Не очень большая, но и достаточно крупная. Так. Раз, два, три, четыре, пять зубков. И вот они все приблизительно одинаковые. Сейчас расскажу, как я ухаживала в процессе и как дальше я буду, что я дальше буду делать для того, чтобы чеснок сохранился до самой поздней весны. Вот, друзья, ранней весной я уже показывала свои посадки чеснока. И в процессе вегетации я подкармливала чеснок два раза. Первый раз я подкармливала нитрамофоску, разбавляла. А второй раз, это где-то было, наверное, недели за четыре до сбора урожая. Но мне кажется, да, это где-то было месяц назад. Последняя была подкормка. Я делала настой золы. Один стакан на 10 литров воды. И подкармливала этим настоем чеснок. За 20 дней до сбора, а сегодня, вчера у нас был праздник Петра и Павла, и это ориентир. Всегда после этого мы собираем чеснок. Вот за 20 дней до этого дня я прекратила полностью весь полив. Вот эти ленты капельного полива мы убрали. И чеснок я уже не поливала. Вот он дозревал. Головка набирала свою мощь и вкусовые все свои качества, и наливалась. Именно для этого уже не нужен полив. И почему я поторопилась убрать именно сейчас? Потому что, вы знаете, уже сколько лет я выращиваю чеснок здесь. Обратила внимание, что не просто так на Петра и Павла в народе стараются убрать чеснок. Потому что именно после Петра и Павла 2-3 дня всегда идут такие обильные, очень сильные дожди. И, друзья, вот такая жара стоит. И посмотрели мы прогноз погоды. Как раз вот завтра-послезавтра на днях обещают очень сильные ливни. А потом уже, конечно, сбор будет гораздо проблематичнее, потому что все это будет в земле, земля будет каша-малаша. Поэтому лучше сделать это вот до дождей. Что дальше я делаю? Это уже проверено годами, друзья. Я вот ранней весной в одном из видео показывала, я, правда, там объединила. У меня не только было про чеснок, а, по-моему, я про клубнику показывала в видео. И немножко рассказала о чесноке. Была я у себя дома на балконе и показывала луковицу, которая у меня была на балконе. Так вот, смотрите, после сбора урожая сейчас, конечно, мы эту всю землю обтрусим. Все, что было сухенько, чистенько. И вот так я завяжу все свои чесноки и повешу. У нас такой навесик там, где дровница есть. Я повешу этот чеснок, и он будет у меня в тени, под навесом, сохнуть. Ну, я думаю, что месяц точно будет. А даже, ну, месяц, да, будет сохнуть. Вот именно вот этими всеми вот зелеными, как сказать, я даже не знаю, вершками. А, вершками, да. Вот эта вся часть будет вот так и сохнуть. Я не удаляю ни корешки, ни вершки. Все остается, потому что вот за этот месяц все полезные вещества будут постепенно переходить в луковицу. Все то, что накопилось вот в этом стержне, все будет переходить в луковицу. Кроме этого, акцентирую ваше внимание. Обязательно, если вы хотите, чтобы ваш чеснок долго хранился, он должен сохнуть без единой капли влаги. Вот если вы собрали его, обязательно повесьте его под навес, или вот если у вас какая-то, может, сарайчике, что-то, какое-то есть такое помещение, чтобы туда даже ни капли дождя не попадало. Тогда, друзья, у вас чеснок сохранится. Вот у меня есть пару чесночин, которые дома лежат. Вот представьте себе, сейчас середина июля, а у них едва только даже наклюнулись носики. Вот настолько долго он хранится, если вы правильно все сделали после того, как собрали урожай. Где-то через месяц, когда вот это все перейдет сюда, в вашу головку чеснока, тогда я уже обрезаю, ну, как вам удобно, обрезаю вот эти верхние части, связываю, обчищаю, чтобы чистенькие были головки, и храню вот у нас балкон на дома. Какая у нас там температура? Ну, вот в том месте, где близко-близко совсем к окну, где-то градусов 8, наверное, да? Ну, вот я думаю, что 8 градусов. И вот они у меня так связаны и висят на балконе при температуре 8 градусов. Там не сыро, у нас теплый балкон. Ну, это просто именно очень близко к окну. Там такой ящичек стоит, и мы вешаем на этом ящичке наш чесночок. И все, друзья. Больше никаких других манипуляций я не делаю, но, опять же, акцентирую. Вот несколько раз повторяю. Самое важное, чтобы в процессе того, как у вас вывешивается, выстаивается, накапливаются все правильные элементы, сверху вниз идут, чтобы не было ни одной капли влаги, чтобы не попало. Тогда у вас чеснок будет храниться очень долго, будет острый, вкусный. Пахнет сейчас, кстати, друзья, нереально. Ты вообще слышишь запах? Пахнет, пахнет очень. Ну, солнышко печет, и, конечно, вот эти фитонциды, наверное, все вот эти, не фитонциды, а какие-то вещества, выделяются. То есть зимой тоже эти палки до конца не обрезаешь? Да, я же говорю, я вот так вот их, вот так они у меня остаются где-то, и с этими же палочками у меня чеснок и висит. Ну, это удобно очень. Вот так вот я связываю, и подвешивать очень удобно. Так что, вот, друзья, вот такой у меня чесночок. А теперь чесночок мы собрали. Кстати, видите, делаем мы плотные посадки, потому что, ну, места не очень много, а кое-что хочется вырастить. Я по периметру всегда высаживаю морковочку. Видите, и вот чеснок мы убрали, сейчас морковочка будет подрастать. А вот в этих лунках, около которых находится лента капельного полива, теперь я высадила салат, кинзу, руколу, мизону, ну, все то, что мы еще можем есть, и прекрасно оно будет под капельным поливом сейчас подниматься. Между рядья той же соломой, которая у меня была замульчирована между чесночными грядочками, я также замульчировала и между вот, где будет сходить салатик, а вот здесь даже укропчик даже видно. Вот сейчас моего. Вот, друзья, с этой стороны у меня клубничка. Вот эту грядку я оставляю, а вот та уже, видите, она начала подсыхать, я буду полностью ее убирать и менять. В следующем году у меня, наверное, там будет чеснок расти, будем готовить, убирать все это. А клубни, а на этом месте буду высаживать новую клубнику. Как раз это очень хорошо, после чеснока высадить клубничку. И место здесь солнечное, и почва правильная после чеснока. А клубничка, иди сюда, Вадик, посмотрим. У меня здесь где-то ремонтантная была. А, вот, смотри. А вот она. Вот она клубничка. Вот сегодня, 13 июля. Уже пошла вторая ремонтантная. Где-то еще есть. Но здесь у меня клубника 2-го года или 3-го года посадки. Да. А та была постарше. И поэтому эту я еще на 1 год оставляю. А то убираю. Друзья, вы часто в комментариях пишите мне, как вот может быть такое все красивое, все такое здоровое. Ну, конечно, волшебной палочки у меня нет. Единственное, к чему я уже благодаря собственному опыту пришла, это то, что очень важна профилактика. Друзья, вот эта груша, она у меня неоднократно попадает в видео. И если я рассказывала о огороде, о уходе за садом, я около нее стояла и рассказывала, что ранней весной у меня была ржавчина на можжевельнике. И в прошлом году я как-то вот упустила этот момент. В прошлом, позапрошлом году. Все время я думала, что это вот природные явления, на которые я не могу никак повлиять. И груша, у меня это было страшно поражено ржавчиной. Я, конечно, штудировала интернет, смотрела, кто что рекомендует, как мне спасти, потому что сорт этой груши очень хороший. Дерево очень крепкое. Видно, что у нее вот листья такие здоровые. Она прям такая, ну, красивая. Вот я смотрю и реально оцениваю, что здоровое, красивое, молодое дерево. Думаю, ну, что же мне, как же мне помочь моей груши, чтобы она не болела, и чтобы и плоды были хорошие, количество их было хорошее. В общем, друзья, когда у меня заболел можжевельник, я обработала в этот же день и можжевельник от ржавчины, потому что, повторюсь, этот грибок зимует на можжевельнике, а потом продолжает свою жизнь уже на груши. Обработала препаратом скор и можжевельник, и грушу. И потом через каждые 10-12 дней делала обработки. Топазом я делала, потом еще раз скором сделала. И вот, друзья, я увидела шикарный результат. Да, некоторые листья немного поражены вот этой ржавчиной. Вот видите, как она выглядит. И сейчас я покажу с другой стороны. Вот листик, вот так. Но! Это единичные очаги. Это вот в этом месте. Смотрите, а дальше вот в этом месте немножечко. А если посмотреть дальше все дерево, все живое, больше нигде признаков этой ржавчины нет. И плоды, которые висят, у них нет поражения. Потому что в прошлом году даже на плодах были пятнышки. Вот как-то вот мы там сняли, я не знаю, 10 груш от силы с этого дерева. А в этом году и завязей было очень много, и дерево очень здоровое, красивое. И вот эти очаги, они уже не влияют на общее состояние дерева и на его урожайность. Кроме этого, я не только обработками я этого достигла. Еще очень важно, чтобы крона груши, если она уже подвержена заболеванию ржавчина, была достаточно разрежена. Но что значит разрежена? Вы знаете, обычно говорят, нужно так обрезку делать, чтобы могла птичка пролететь между ветками. Ну, конечно, сейчас уже в этом облиственном состоянии птичка может пролететь, но с трудом. Но все же, я хорошую сделала обрезку. Делала ее, кстати, без тебя, да? Ты дома приболел. Вот, а я сама тут ставила камеру, лазила на стремянке. В общем, результат вижу хороший. Еще раз повторюсь, самое важное, друзья, очень внимательно смотреть за своими растениями. Если вы уже хотите, чтобы груши или другие росли, плодовые деревья в вашем саду, наблюдайте за ними, спасайте, помогайте им, обрабатывайте их, обрезайте. И важно очень, друзья, не ленитесь, это гораздо проще. Делайте профилактическую обработку вашего сада. Он всегда у вас будет здоровым. И какие-то вот эти вот единичные моменты, они не будут портить всю картину и не будут уже заражать весь ваш сад. И не забываем отдыхать. Ну, отдыхать это вообще, без всяких сомнений, нужно в промежутках между уходом засадам. И еще, друзья, хочу показать вам один прием, который я использовала. Вот, когда эта яблонька была очень молодая, я в интернете вычитала, что для того, чтобы ускорить плодоношение, ветки нужно отгибать. Вот мы так и сделали. Кроме того, что эта ветка у меня росла под острым углом, а я ее развернула в другую сторону, но здесь, наверное, ты сейчас и не увидишь, да? Сейчас я попробую подлезть. Так, друзья, вот смотрите, она у меня росла на самом деле, вот эта ветка, вот вправо, а я ее, она была еще молоденькая, гнулась, я ее развернула в эту сторону для того, чтобы угол стал более прямым, потому что при нагрузке, если острый угол отхождения от ствола, тогда велика вероятность, что при нагрузке урожаем у вас ветка обломится. Так вот, можете себе представить, вообще обратите внимание, какое количество плодов на этой ветке, не знаю, ты подлезешь сюда, посмотрите, друзья, посмотрите. Ну да, прям на земле растут. На земле растут, да. Еще получилось так удивительно, яблоня плодоносит максимально через год, вот год она хорошие урожаи дает, следующие отдыхают, а вот у меня как-то так получилось, что эта отогнутая ветка пошла, плодоношение ее пошло в разрез всему дереву. У меня получается так, что все дерево плодоносит через год, а ветка это как раз промежутки между вот отдыхом основного дерева. И у меня получается, что все время есть урожай на этой яблоне. Кроме того, что это чемпион яблока, да, это чемпион, оно очень вкусное, это осеннее яблоко, сочное, зеленое, невероятно вкусное, но во всяком случае по нашему вкусу, нашей семье именно такие яблоки нравятся. Так что, друзья, это я к чему говорю, опять же, экспериментируйте, не бойтесь, применяйте советы, естественно, в своем саду, ну, уже через себя пропуская все это, нужно это вам, интересно вам. И вообще, мне очень нравится, вот недавно мы смотрели, одна блогер говорила так, вы употребляй, не, применяйте советы других людей, но пропуская их через себя, потому что у всех у нас разные сады, разные земли, разное солнечное расположение, в разных местах мы все живем, советы слушайте, но, конечно, уже трансформируйте под себя все это. Так что, огород у нас есть. Да, огородик у нас небольшой, ну, такой, чтобы вот, единственное, что, конечно, в этом году мне немножко расстраивают перцы и баклажаны, видите, вот открытый грунт и хорошие они, но у них отставание явно идет две недели. Ну, надеюсь, если будет стоять хорошая теплая погода, что они порадуют нас и своим урожаем. У нас в позапрошлом году такие были перцы нереальные. Вот, друзья, если где-то сохранить, у тебя сохранилась фотография? Вот мы вставим перцы, которые мы вырастили вот здесь, на наших грядках. Я раньше думала, что вот эти большие, огромные, красные, зеленые перцы, капли, длинные, такой красивый, что это только привозят из-за границы. Ну, или может, в каких-то теплицах, там, при особых условиях. А вот когда мы вырастили вот здесь, в открытом грунте, у себя, я, конечно, была в полном восторге. И вообще, конечно, это изумительно. Тоже какие-то открытия были в свое время, когда ты выращиваешь, радуешься, интересно. Друзья, вот показали мы свой огородик, поделились какими-то своими ноу-хау или вот то, что уже мы пришли к чему из практики. Я желаю, чтобы не только ваши сады цвели, чтобы вас радовали у кого есть мини-огородики. Вот, организуйте их удобным методом, проводите капельный полив, мульчируйте обязательно и тогда вас будет радовать, вот, ваши грядки будут радовать вас своими плодами. Желаю вам, как всегда, вдохновения, желаю вам прекрасного настроения. Увидимся на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok